Вопросы о развитии оленеводства обсудили на совещании в Усинске представители Минсельхозпрода, руководители муниципалитетов и сельхозпредприятий. Общая оценка ситуации в отрасли пока благоприятная, но без негативных тенденций тоже не обходится. Причиной всему зимние и весенние оттепели. Светлана Некрасова продолжит. Последние две зимы доставили оленеводам немало проблем. Из-за оттепелей образовался твердый наст, пробить который рогатые были не в силах. В результате животные не могли добывать пропитание. Начались падежи. Впрочем, в гибели животных были виноваты и недисциплинированные работники. Таких бы уволить, но отрасль испытывает острый кадровый голод. Исправить ситуацию еще в статусе вице-спикера госсовета пытался в том числе и Станислав Хохалкин. Парламентарии ходатайствовали, чтобы оленеводам разрешили проходить альтернативную службу на своих предприятиях. Недавно из Госдумы пришел ответ. Инициатива рассматривается. Я очень надеюсь на то, что всеми тех предприятиям готовых ходов в гибели годы будут включены в список первичной альтернативной службы. Я очень надеюсь на то, что той проблемой, которая была сложена из-за сегодняшнего дня, с уходом на логинскую службу, не возглавлена на несколько минут назад, она будет решена. Нерешенным остается и вопрос с выпасом на пастбищах крупных сельхозпредприятий, оленей из личных и крестьянско-фермерских хозяйств. По сути, частники должны заключать договора аренды или субаренды, но делать этого не спешат, а иногда и вовсе самовольно занимают площади, арендованные крупными хозяйствами. Добавят головной боль работникам тундры и новые правила идентификации поголовья. Приспосабливаться оленеводам придется и к жизни в новых экономических реалиях. Очевидно, изменится правило предоставления субсидий предприятиям. Так уж случилось, что хозяйства, которые ранее получали солидную господдержку, речь идет о десятках миллионов рублей, сегодня показывают неутешительные результаты. Отныне власти намерены помогать только тем, кто движется вперед.